В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русова. Здравствуйте! Государство ввело ряд мер поддержки и регулирования в стране в связи со сложившейся ситуацией на рынке товаров и услуг. Ажиотаж создается искусственно. Населению рекомендуют успокоиться и покупать столько товаров, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни. А ситуация на окружном рынке, социально значимых товаров, возможности импортозамещения и многом другом. Поговорим с руководителем Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Альбертом Чебдаровым. Здравствуйте, Альберт Маратович! Добрый день, Ольга! Альберт Маратович, первый вопрос, самый, наверное, актуальный. Что у нас происходит с сахаром? Будет сахар покупать, страдать? Как это ни парадоксально, с сахаром у нас в стране все нормально. Единственный нюанс, который возник после введения санкции, примерно с 28 числа прошлого месяца была блокировка биржи, на которой торгуют сахар. То есть сахар – биржевой продукт, и котировки на него были заморожены на какое-то количество дней. Это привело к тому, что у оптовых поставщиков приостановилась отгрузка. То есть буквально вот эти там половина недели, которые не осуществлялась отгрузка нашим розничным продавцам, розничным бизнесменам, которые осуществляют розничную торговлю в нашей сети, ну, всем известны, «Кристалл», «Снежинка», «Хороший», это привело к тому, что возникло ощущение, что сахар куда-то пропал. Хотя по факту заводы как работали, так и работают. Свекла, которая используется для производства сахара, как была в стране, она так и есть. И какой-то угрозы исчезновения сахара с прилавков в принципе нет. Слух, который пошел относительно того, что вот, ну, наши многие предприниматели берут сахар в Кирове, и условно он там стоял в вагоне, этот сахар, но его не давали разгружать, пока биржа не разблокируется. Потому что не было понятно оптовикам, а что с ценой. Потому что они, условно, они бы хотели продать, но они не понимали. Вдруг они продешевят, и им придется закупать следующую партию уже там в меньшем объеме, чем они бы хотели. Вот в связи с этой задержкой произошел вот этот ажиотаж, пошел слух. Удивительно, как быстро он распространился среди населения, потому что дешевые позиции сахара смели буквально за несколько дней. Естественно, остались более дорогие позиции сахарного песка, там, в более дорогой упаковке. Это привело к тому, что на булках остались те позиции, которые дороже, априори. Но, как я и говорю, в следующий год, сейчас правительство концентрирует все меры поддержки в области агропромышленного сектора, для того, чтобы нам не допустить рост цен в этом году. Сейчас, чтобы посевная кампания была завершена. Говоря о сахаре, если мы о крупах, о гречке, об овсянке, то сейчас все силы, 100 миллиардов рублей, правительство направят на поддержку агропроизводителей по всей стране. Сейчас есть еще один слух, что семена не успели завестись по свекле, поэтому сахара не будет, и поэтому надо его сейчас срочно закупать. Тоже не соответствует действительности, семена уже были в запасе, они куплены в целом в объеме достаточном, чтобы удовлетворить весь спрос внутри Российской Федерации. Поэтому там по количеству все точно будет нормально. Даже будет профицит, и мы сможем в соседние дружественные страны поставлять этот сахар. Но если говорить по ценам, то сейчас он в наличии есть, и цены варьируются от 80 до 160 рублей за килограмм. Это в городе Налимар, поселок Искателей. Если говорить о сельских населенных пунктах, то там тоже, в принципе, держится чуть дороже, понятно, из-за доставки, но в допустимых пределах. По поселкам сахар в наличии есть, буквально на днях созванивался Сома, Пеша и Несью. Там сахар есть. Понимая то, что есть ажиотажный спрос, мы рекомендовали торговым сетям ввести нормированную выдачу в одни руки. В ряде регионов вообще прибегли к подходу, когда одна единица товара по одной цене, если ты хочешь с собой сразу взять 5 пачек, то у тебя цена уже другая, увеличивается. Это как раз направлено на то, чтобы стимулировать снижение забора в одни руки. Потому что, к сожалению, еще что произошло у нас на рынке сахара? Когда этот слух пошел, то, что сахара становится меньше, и Федеральная антимонопольная служба ввела регулирование цен, то есть это 55 рублей для розничных сетей и 60 рублей для производителей. Ну, условно, есть какой-то хлебокомбинат типа нашего. Вот так как это производитель, он производит продукцию, то им отгружают за 60 рублей. Торговые предприятия пошли, забрали за 55 рублей и попытались быстро перепродать уже за 60 рублей производителям. То есть в этом моменте спекулянты тоже выгребли весь сахар со складов, тоже создало ощущение того, что его нет. Еще раз повторю, в стране есть, будет, и надо брать ровно то количество сахара, которое потребуется в хозяйстве. Ну и, да. 64 тонны едет в Наринмар, да? Да, как раз для, понимая то, что у нас тяжелая навигация, и то, что этот ажиотаж может продолжиться, для того, чтобы у людей было понимание то, что сахар есть, и он всегда в доступе, и мы без него точно не останемся, мы нашли завод, который его производят, который традиционно поставляет на весь север, это Коми и Нао, это Ульяновский сахарный завод. Губернатор Юрий Васильевич Бездудный сделал звонок губернатору Ульяновской области, Алексею Русских, после чего их министерство сельского хозяйства помогло нам забрать определенную квоту. То есть мы бы хотели забрать вагон 64 тонны, но приняли решение, что оптимальнее будет не ждать. Сейчас с вагонами проблемы, потому что они все законтрактованы, и там пришлось ждать полмесяца. Непонятно, какая у нас будет дорога к этому состоянию, поэтому решили, что лучше отправить фуры. Нашли местного предпринимателя, который по хорошей очень цене, уже эти фуры отправились в Ульяновскую область, заберут сахар, привезут, но мы ожидаем уже на выходных, что они приедут. Мы обязательно об этом сообщим. Что мы планируем делать с этим сахаром? Его купим по вполне хорошей цене, это будет 60 рублей за килограмм. Доставка тоже в какую-то сумму обойдется. Я думаю, здесь с учетом доставки и с учетом фасовки цена не превысит 100 рублей. Это мы ожидаем распространения этот сахар через сеть мясокомбината, есть свои магазины мясокомбината, есть также торговые сети. Мы отдадим часть хлебзавод с минимальной наценкой, в пределах закона, чтобы она была наименьшей. И также в торговые сети оптом мясокомбинат реализует этот сахар. Это решение мы смогли принять благодаря тому, что ранее губернатор получил создать торгово-логистический комплекс на базе мясокомбината. То есть, что это значит? Были построены новые склады в мясокомбинате под тушенку, и они как раз были свободны. Вот буквально недавно завершилась стройка, они сейчас у нас свободны, и это очень удобно, потому что мы можем какие-то позиции социально значимые, понимая, что ситуация в стране тяжелая по некоторым продовольственным товарам, так как и навигация у нас тяжелая, и мы на какое-то время останемся без сообщения круглогодичного с большой землей, мы лучше сформируем резерв, чтобы население округа, жители округа были спокойны. Это поручение губернатора мы отработаем, уже мясокомбинат взял заим, соответствующий по льготной ставке, и эти деньги будут направлены на резервирование каких-то существенных для товаров. Первая необходимость будет то гречка, соль, мука. Что нужно будет, где мы будем, мы совещаемся постоянно с торговыми системами, если мы видим то, что где-то происходит дефицит предложений, или оптовики начинают создавать сложности, мы будем связываться с прямыми производителями через правительство этих регионов, где это все производится, проговаривать это все, и округ точно мы не позволим оставить без каких-то очень важных для нас товаров. И поэтому сделаем резерв на базе складов мясокомбината. Альберт Маратович, я знаю, что департамент мониторит цены, мониторит наличие продовольственных товаров в магазинах. Что это за товары и что происходит с ценами? Мы осуществляли до ситуации с санкциями, мы осуществляли мониторинг на еженедельной основе, сейчас мы перешли на ежедневный формат, то есть есть крупные торговые сети, которые осуществляют торговлю у нас в регионе. По ним ежедневно, каждое утро, несколько специалистов департамента осуществляют обход и сверяют цены по 23 позициям. Эти 23 позиции, они регламентированы министерством, как социально значимые товары для населения. Туда входит перечень у меня со мной, и тут как раз отражены стоимости на текущий момент, как они увеличились с начала введения санкций. То есть дата отсчета по введению санкций является 28 февраля, почти уже месяц прошел, без пяти дней, скажем так. Что входит в эти 23 позиции? Это мясо, это рыба, это масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахарный песок, соль поваренная, пищевая мука, хлеб пшеничный, ржаной рис, крупы гречневые и овсяные, макароны изделия, картофель, туалетная бумага, хозяйственное мыло, детское мыло, морковка, лук, капуста. То есть это те позиции, которые являются социально значимыми, то есть они встречаются повсеместно во всех магазинах. И если говорить об этих позициях, 23, то с момента введения санкций у нас по 12 позиций цена не увеличилась вовсе. То есть она какая была, такая осталась. А если считать то, что у нас производится в округе, а не завозится, ну понятно, у нас в округ завозится, например, рыба. Но будем объективны, завозную рыбу у нас практически никто не потребляет. У нас в основном население привыкло к той рыбе, которую она здесь же вылавливается, здесь же продается. И количество предпринимателей, которые реализуют, достаточно. Не говоря уже о том, что каждый имеет возможность любительским способом добыть себе рыбу в прекрасных потребительских качествах. Если говорить об этих позициях, 23, то во многом рост цен вообще нет. А по тем, которые есть, я могу их озвучить. Это крупа овсяная, это сахар, естественно. Всего ажиотажа он поднялся. Это позиции, такие как лук, капуста выросли. Но это все рост в пределах 10%. Почему некоторые позиции растут? Причина понятная. Часть импорта у нас прекратилась, особенно из ближайших стран. Плюс есть проблемы, связанные с доставкой товаров. То есть ввели санкции в отношении нашего и морского флота, и грузовые суда у нас. Некоторые создали им сложности, они не могут заходить в порты иностранные. Если говорить о контейнерах, то крупнейшая датская компания «Майерск», которая предоставляла в аренду контейнеры для перевозки тех же овощей и фруктов, она также приостановила свою работу с Российской Федерацией. То есть это вот те искусственные инструменты давления, которые создали в отношении Российской Федерации, они, к сожалению, ведут к росту цен. Но это временные трудности, которые мы обязательно обойдем. Сейчас Мемпромторг целый ряд мероприятий планирует по замещению этих контейнеров. Логистика и торговля, и логистика – такие отрасли, которые саморегулируются. И если нам закрыли одни пути доставки, мы найдем другие. Экономика всегда найдет способы, как реализовать все возможности. Потому что если есть спрос, то предложение под него подстроится. Да, в моменте сейчас на фоне ажиотажа и некоторой паники по определенным позициям, мы можем говорить о том, что цены поднялись. По итогу года, я думаю, это вряд ли общий уровень инфляции превысит. Это прогноз официальный по Российской Федерации – 20%. Это то, что я хотел сказать в контексте ситуации с ценами и как мы их мониторим. А вот что касается тех товаров, которые не являются товарами первой необходимости, которые не входят в этот список, есть дефицит? – Дефицит как такового нет. У нас довольно широкий был рынок. То есть многие производители представлены. И китайские, и южноамериканские, и американские, и европейские. Дефицит как такового не будет. И то, что некоторые производители нам пытаются преподнести, особенно в некоторых таких скандальных СМИ, то, что вот прекращает работу такая-то компания, поэтому продукции не будет. Даже возьмем корпорацию «Кока-Кола». Объявили они о том, что приостанавливают деятельность. По сути, они прекратили инвестиции. То есть они не открывают новых заводов и не вкладываются в рекламу. Но никто не захочет терять свой рынок и уходить. То есть если они понимают, что если они уйдут сейчас, то на их… – Они вообще не зайдут. – Они, во-первых, не зайдут. Это будет не потому, что мы им не дадим зайти. Это будет потому, что на них вместе придет другой производитель. И ниша привлекательная. То есть годами развивалась отрасль, дивиденды все получали. Поэтому никто не хочет терять рынок, все работает. Та же ситуация была с памперсами. Лух шел, с товарами гигиены. Все знаете эти слухи в соцсетях. Да, эти компании объявили о том, что будет рост цен. Потому что сырье, которое нужно для производства, оно шло из-за рубежа. Курс доллара подскочил. Это привело к тому, что есть рост. Поэтому, безусловно, они объявили, что будут увеличения 15-20%. Во-первых, пока есть на складах эти ресурсы все. Эти же товары, как заявил глава Министерства промышленности и торговли, Денис Валентинович Мантуров, эти товары есть минимум на трехмесячный срок. Что будет через три месяца, с точки зрения рынков, вполне возможно, будет стабилизация и курса валют. Я лично в этом уверен. И вполне возможно, эти запасы и не придется исчерпывать. Поэтому, если говорить, мы, естественно, ведем со всеми нашими торговыми сетями и предпринимателями переговоры на счет того, чтобы не допускалась наценка на товары чрезмерная. Если говорить о селах, в этот момент регулируем через субсидии. То есть, у нас есть позиции, которые мы доставку субсидируем. И по этим позициям есть регламентированная надбавка. То есть, нельзя делать общую надбавку более 100% на товары, которые мы субсидируем. Этим самым мы регулируем, чтобы ряд позиций по товарам, цена по ним не росла слишком сильно. То есть, плюс мы ведем переговоры с торговыми сетями. Если мы понимаем, как по сахару, то, что оптовые поставщики, спекулянты начинают на них нагревать руки, то мы находим прямого производителя, как Ульяновский сахарный завод. И сейчас мы то же самое будем делать по соли, по муке. То есть, мы просто избавимся от цепочки оптовых посредников, которые на этом наживались. Потому что в текущих реалиях это недопустимо. Мы считаем, и тут мы должны защищать интересы жителей округа. А что касается местных производителей, стоит ли ожидать повышения цен? Или останется все на том уровне, который есть? Это хороший вопрос. Но скажу так, не предприятия будут решать, повышать ли им цену. Сейчас им поставлена задача и губернаторам округа, Юрием Васильевичем Бездудным, и департамент это поручение жестко контролирует. На ту продукцию, которую они сами производят, мясные полуфабрикаты, колбасы, то, что производит мясокомбинат, цена не должна увеличиваться. И она не будет увеличиваться в ближайшее время. Это абсолютно точно. Понятно, что и на продукцию НАКО, Нинская агропромышленная компания, молочная, и продукция нашего мясокомбината, она включает в себя не только мясо оленей, которое производится здесь. Туда используется и шпик привозной, и свинина, но без нее рецептура не работает. Это годами сложившиеся рецепты кулинарные, которые нарушать нельзя. И по этим позициям, возможно, какой-то рост будет. Но, во-первых, у нас хорошие складские запасы. То есть мы привыкли закупаться впрок и закупаются как раз зимой, когда дорога есть, или летом, когда у нас навигация. Поэтому складские запасы и по этим продуктам у нас хорошие. То есть более чем на несколько месяцев. Но на цены производимых у нас в округе товаров это не повлияет. Мы не ожидаем роста и мы не позволим повышать. Будем смотреть на рынок. Да, безусловно, Нинская агропромышленная компания наша. Сено, которое мы заготавливаем в летний период, его оборачивают в специальную пленку. Пленка, к сожалению, в стране не производится. Ну, та, которая ранее использовалась. Но я думаю, мы подберем аналоги. Все-таки у нас нефтеперерабатывающая отрасль работает. А это всего лишь производные из нефти. Поэтому пленки, так или иначе, мы какие-то подберем аналогичные. А что касается запчастей для каких-то сельскохозяйственных машин? Сейчас мы обеспечены полностью всеми запчастями, которые нужны. Мы успели до, то есть это было январь-февраль, когда мы уже закупили все необходимые запчасти под оборудование Нинской агропромышленной компании и под мисокомбинат. Плюс мы успели склад построить, строиматериалы тоже были дешевле гораздо. Там все законтрактовано. Поэтому по запчастям переживать не о чем. То есть на ближайшие полгода мы точно обеспечены. Ну и в любом случае надо понимать, что сейчас очень мощно и хорошо работает торговое представительство Российской Федерации в Китае. То, что нам напрямую не поставляется, я уверен, в течение. Да, возможно, где-то нас перестанут по гарантии обслуживать по технике. Ну, та же японская техника. У нас там много комацию используется в дорожном хозяйстве, к примеру. Там же у нас есть и японская, и итальянская аппаратура в Нинницкой агропромышленной компании. То, что не поставляется напрямую, мы его так или иначе найдем другими каналами. И это нормальная практика. Коль нам напрямую не дают и сами не хотят зарабатывать, поставляя нам продукцию. Ну, чуть-чуть сложнится схема логистики, но в целом мы не найдем способ решить эту проблему. А тут, вот даже говорить, если о нефтедобывающих компаниях, да, там тоже есть газотурбины, например, Siemens, которые используются для выработки электроэнергии на месторождениях. Есть автоматизированные системы, программные обеспечения у нас страны. Ну, у наших нефтяных компаний это не вызывает никакого беспокойства. Это просто работа, которую надо сделать. Мы их заместим. Эта работа для нас не новая. Мы живем в условиях санкций с 2014 года. Мы уже поняли то, что в любой момент наши, в кавычках, зарубежные коллеги, могут манипулировать этими вещами для того, чтобы нас загнать в какой-то угол. Поэтому в рамках Министерства промышленности и торговли создано больше 20 рабочих групп по каждой отрасли. По нефтянке, по агропрому, по машиностроению. И есть свои плоды в этой работе. За последние годы, если говорить о буровых установках, такая компания, как Луко, она полностью перешла на отечественные буровые установки. Роснефть, она полностью перешла на отечественное программное обеспечение, понимая то, что это может быть слабая позиция в случае введения дополнительных санкций. Татнефть, часть оборудования полностью, доля закупок отечественного оборудования составляет чуть ли не 90-95% по некоторым позициям. Да, есть вещи, которые сложнее достать здесь или в Китае, но большая часть, в принципе, вполне посильно ее заместить здесь. Новый завод открывается, новые проекты. Это все хорошо финансируется, дает государственные субсидии на то, чтобы производить здесь то оборудование, которое у нас раньше не было. А продовольственная продукция местная, она никак не завязана на импортное сырье? Ну, импортного сырья практически нет. Были, используются в Ненецкой агропромышленной компании упаковки «Тетропак», но это тоже российское производство. Мы, сейчас завод, который производит эти «Тетропаки», он наращивает обороты и просто заместит ту продукцию, которую мы раньше завозили. Да, возможно, увеличение цены, это понятная вещь, но я уверен, правительство и региональные власти найдем способ, как стабилизировать это увеличение за счет мер поддержки, которые сейчас прорабатываются, в ближайшее время мы о них объявим. То есть, беспокоиться о пустых полках в магазинах? Пустых полок точно не будет, это аксиома. Пустых полок точно мы не допустим, и предпосылок к этому нет. Во-первых, санкции вводят в отношении крупных государственных компаний, но никто не прекращает экспорт товаров, то есть они как ехали, так и едут. Поэтому мы не ожидаем никакого дефицита, в случае необходимости просто переориентируем чуть-чуть. Ну и опять же, мы живем в этих санкциях с 2014 года. Вот не так давно был в Калининграде, где также действует программа импортозамещения. И самое интересное, до 2014 года в Калининграде вся продукция была, ну, европейских производителей, так как, ну, по сути, они и находятся ближе к Европе, и там все соседние страны, казалось бы, логично было. Но после санкции, после того, как регион ощутил то, что часть товаров перестала идти, на полках вся наша отечественная продукция. То есть от молока до мяса все наше, и никто не чувствует каких-либо проблем. Хотя, казалось бы, вот европейские страны, там, бери, завози, что хочешь. Ну, даже страны, которые, по сути, находятся рядом с Германией, Польшей, все наше, и никаких проблем не ощущала. Это даже неплохо. Да. И вопросы есть еще у меня, не касающиеся основной темы программы. Буквально на днях был сигнал о возможном нарушении технического состояния трубопровода на Южном Хальчаю. И было сказано, что туда отправилась группа специалистов обследовать, что увидели, что на самом деле там происходит. Ну, надо четко понимать, в таких случаях уровень полномочий. Если мы видим предпосылки к экологическому нарушению, а здесь это предпосылки, потому что, ну, как такого разлива там нет, и, честно говоря, рисков разлива тоже там не было, потому что, если говорить о полномочиях, это полномочия Ростехнадзор. Это техническое состояние промышленного объекта. И он уполномочен говорить, был риск там экологического нарушения или нет. По опыту работы с недропользователями мы понимаем то, что эти сваи, которые стоят в условиях мечтой мерзлоты, то есть в зависимости от сезонности они гуляют. Ну, то есть есть изменения грунтов, и, естественно, в ближайшее время, в ближайшие пару дней, как только выделят специалиста Ростехнадзора, мы его на место доставим, покажем, чтобы он уже сделал вердикт, есть ли тут нарушения или, возможно, изыскания при забивке этих сваев делались некорректно, камерально, и это привело к тому, что они неустойчиво теперь стоят. Но те зазоры, которые есть, они, по консолидированному мнению, не являются признаком риска существенного в области экологии. Регулярно, ежегодно, в рамках текущих ремонтных работ это все корректируется, где-то вставляются к линии для того, чтобы эти свободно образовавшиеся полости забить. Но та частота расположения сваек, которая сейчас есть, она с запасом рассчитана. Гораздо большую опасность представляет коррозия и несвоевременное проведение ремонтных работ или умышленное причинение вреда. Но на самом деле основная причина у нас экологических нарушений – это банальный человеческий фактор, когда работник должен осуществить обход, но при этом эта работа просто не выполняется. И из-за этого то, что можно было бы купировать за два дня, мы имели те последствия, которые имели в прошлом году, позапрошлом, по разливам. То есть кто-то где-то недосмотрел и не исполнил свои рабочие надлежащие обязанности. Сейчас недропользователи в целом понимают, что гораздо экономически эффективнее и социально полезнее заранее перестраховываться и делать такое оборудование, которое не будет подводить их в будущем. Потому что платить штрафы по несколько миллиардов, содержать штат юристов, чтобы они там судили в судах – это путь гораздо более дорогостоящий. Он сказывается на стоимости акций, на репутации компании, вызывает отторжение у жителей. Компании не хотят допускать экологических нарушений. Поэтому в ближайшее время, я думаю, все мощности, которые будут строиться в Ненецком автономном округе, мы будем за этим следить, они будут строиться с использованием современных датчиков. Если даже малейшее давление где-то упало в трубопроводе, был бы риск какой-то, особенно в части переходов через реки или водные ресурсы, будут усилять таким образом, чтобы не допустить, чтобы даже ни одна капля нефти не попала в нашу экосистему и природные ресурсы не загрязнила. Поэтому также будем за этим следить. Мы этот посыл от нефтяников видим и будем также их поддерживать в этом. Ну а касаемо этого рейда, как только будут результаты, мы вам сообщим. Сейчас ждем специалистов, когда выделят Ростехнадзора, и поможем доставить на место, попутно обследуем трубопровод, посмотрим, что где-то, может, глубже заедем. Сейчас техника наша позволяет. Посмотрим в целом трубопровод, как он выглядит в составе межведомственной группы. А вообще, насколько часто происходит вот такого рода нарушения? Или это даже не считается нарушением? Вообще, какие-то будут, возможно, какие-то меры приняты? Ростехнадзор посмотрит, нарушение это или нет. Если это нарушение, то, естественно, будет предписание, расследование, определение ответственного. И, ну, уже в зависимости от решения, будут применяться меры реагирования. Какое-то административное дело производства, штраф, или это просто предписание, которое они будут обязаны устранить за определенный срок. Как будет понимание, как мы будем реагировать по этой ситуации? Потому что один департамент природных ресурсов в этой ситуации, мы не уполномочены отдавать таких решений. Но вместе с федеральными службами мы обязательно дадим ответ. Еще один вопрос, тоже связанный с экологией. От жителей Колгуева поступил тревожный сигнал о несанкционированной свалке. Что там произошло? Как-то на контроле эта ситуация держится? Да, абсолютно. Мы и в рамках празднования Дня Оленя, и в рамках наших рейдовых мероприятий был зафиксирован факт того, что там бочки хранятся топливные в неположенном месте. По сути, создана свалка. Свалка незаконная, то есть неоформленная земля, не в аренде. На землях сельхозназначениях недопустимо загрязнять плодородный слой почвы. Особенно на таких землях, как Колгуев. Там и так вести оленеводческую деятельность довольно сложно, потому что, несмотря на качество пастбища, экология очень хрупкая. Это довольно суровый климат, остров продувается со всех сторон. Как таковых деревьев там практически нет, все дрова завозные. Климат крайне суровый, как в Айгаче, так и в Колгуев. Поэтому эти два острова находятся под особым контролем. Как только мы узнали о том, что есть признаки несанкционированной свалки... А когда произошло, когда вы узнали? Не так давно, это буквально последний месяц. Информация пришла, мы ее сразу оформили в Россельхознадзор. Россельхознадзор уполномочен на принятие решений относительно охраны земель сельхозного значения. Сейчас сформируется комиссия. Эта комиссия уже будет расследовать это происшествие. Факты установлены, фотографии сделаны, есть координаты. Определим, кто ответственный. И также призовем к ответу. Потому что территория, опять же, особо ценная. Мы оленеводство там возрождаем. Потому что в какой-то период, к сожалению, там поголовья как такого не было. Сейчас там оленеводство возрождается. Поголовье растет. Причем растет очень хорошими темпами. Не осуществляется забоя практически. Поэтому поголовье прирастает. И в таких территориях мы вдвойне будем спрашивать с недропользователя. Тем более, там нарекания были и ранее. Поэтому, как только разберемся, мы обязательно придадим огласке на судовую общественность то решение, которое будет принято. Но и обязательно эту свалку они будут обязаны устранить. То есть, свалку должен тот, кто виновен, тот устраняет свалку. До этого времени она будет... Если определенно ответственный, а там, кроме них, объективно, это сделать никому, эту свалку никто туда привозить бы не стал. То, естественно, заставим убраться. Какие-то сроки есть оговоренные, чтобы убрались? Да, как только расследование завершится, там будет четкий срок, за который они должны будут убрать территорию. Это отработанная практика. Мы в плане ликвидации незаконных свалок в лидерах по стране по количеству ликвидируемых свалок. Часть из них, когда не удается определить, кто допустил нарушение, мы реализуем собственными силами за региональный бюджет. Но если мы понимаем, кто виновник, то быстро очень призываем его к ответу. Как часто поступают вообще сигналы от жителей региона о каких-то экологических, ну так скажем, не катастрофах, а ситуациях? Насколько часто, вот в последнее время жители, насколько они неравнодушны к тому, что происходит? Вы знаете, здесь нет какой-то сезонности, логики или чистоты. Может быть такое, что полгода мы находимся в ситуации без происшествий. Может быть, что в течение недели реализуются три предпосылки к инциденту, или инциденты, или аварии. Бывает такое, что в силу резонанса, который приобретают экологические происшествия, люди становятся настолько настороженными, что у нас вот в прошлом году перегнившие водоросли, вылезшие из-подо льда, приняли за нефтеразлив. Специалисты, которые давно в экологии, и профессиональные рыбаки, они сразу понимают, что это. Ну, зацвели водоросли, перегнили, и они образуют такой легкий цвет свечения, зеленого цвета. Люди все это понимают. Но для обывателя на картинке это смотрится, как какая-то радиоактивная жижа, которая, все, катастрофа. И приходится и с этим работать, и объяснять, и реагировать. Но у нас жесткая установка от губернатора на этот счет. Любой риск, любой минимальный, и мы сразу же формируем группу, и сразу на место отправляем нашего специалиста в Центре природопользования и охраны окружающей среды. Они по методике, которая утверждена, осуществляют забор проб, привозят ее в лабораторию, оценивают. Если есть превышение предельной концентрации, допустим, веществ, ну, там, допустим, нефтепродуктов, то сразу начинается принятие мер реагирования. Тут уже мы привлекаем Росприроднадзор, сообщаем в прокуратуру, если необходимо, в СМВД отрабатываем, тот же Ростехнадзор, и межведомственная группа уже оперативно выезжает на место и разворачивает свою работу по выяснению всех причин. Так было с нефтеразливами, так будет. Я думаю, среди... Мало в каком регионе есть такая скорость реагирования, как у нас на экологические происшествия, и максимальная открытость, потому что мы не стесняемся с собой в рядовые мероприятия братья-представители СМИ, и мы, наоборот, приветствуем, когда с нами представители СМИ ездят. Это плюс мы открыты для блогеров, то есть там, как примерно Оржское месторождение показал, вот какие есть в округе блогеры, независимо от принадлежности, мнений, критики, мы всех пригласили на вертолет, они имели возможность увидеть, как реализуется ликвидация последствий аварии, то есть максимальная открытость. И за счет этой открытости, я думаю, доверие тоже формируется к департаменту. То, что мы, наоборот, настроены на то, чтобы нам чаще сообщали о происшествиях, за что мы очень плотно работаем с оленеводческими хозяйствами, мы всегда призываем сообщать о фактах, потому что при перегоне оленей часто там с трубопроводами сталкиваются, замерзшими часто ямы со шламами, с какими-то свалками те же незаконные. Оленеводы — это первые, кто опекает тундру, и сразу же об этом сообщают. Мы им за это признательны, потому что мы тоже принимаем меры реагирования и, в свою очередь, призываем к ответу тех, кто нарушил. Ну, надо сказать, у нас относительно добропорядочные все нейтропользователи понимают, что ответственность она наступит и ведут себя крайне адекватно. А что касается, вот, насколько я знаю, вот по Южному Хольчью, там человек увидел вот это нарушение свай, не знаю, как там правильно назвать, когда трубопровод отошел от свай, он не знал, куда обратиться, он бросил эту картинку в соцсети. Вот что нужно сделать, как правильно обратиться, чтобы это произошло быстрее и дошло до адресата, то есть до департамента быстрее? Ну, мы представлены во всех соцсетях, плюс есть Центр Проводопользования и охрана окружающей среды. Там можно по QR-коду навести и отправить сообщение. То есть специально создана платформа, она есть на сайте Центра Проводопользования, то есть телефон от камеры наводишь и сразу можешь заполнить жалобу. Там анонимная причем форма, ну, если человек не хочет по каким-то причинам называть, раскрывать свою личность, он может анонимно сбросить информацию, не опасаясь каких-то дальнейших преследований, мало ли там есть и такое. Или же можно написать. Мне всегда в соцсетях, то есть ВКонтакте, там уже я есть. В соцсетях всех мы представлены, российских, поэтому можно написать лично мне там, можно подойти в департамент, мне нужно записываться, просто постучать, там всегда дверь откроем и примем, и обращение зафиксируем. Плюс также можно звонить на наш телефон департамент, также обращение мы зафиксируем, ну, или на письменных образцах. Ну, и соцсети тоже допустимы, мы реагируем из соцсетей, просто, к сожалению, пока информация из соцсетей дойдет до департамента, мы теряем ценное время. Лучше всего напрямую сообщать информацию, она доходит быстрее всего, и с точки зрения оформления, тоже это наиболее правильно. Альберт Маратович, спасибо большое, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что мы говорили о ситуации на окружном рынке социально значимых товарах, возможности импортозамещения с руководителем департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Альбертом Чебдаровым. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова